Тоже видео с трансляцией сегодняшней. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, братья и сестры, доброе утро всем, кто подключился. Доброе святое утро! Кто подключается, всем братьям и сестрам. У нас 6 утра уже в Киеве. Привет всем с берегов Днепра. Приветствую всех святых и во имя Господня. И вот это место из Писания сегодня я провозглашаю. И даже заставкой сделал для сегодняшней трансляции. Господь защита моя и Бог мой твердыни убежищем моего. В русском исчислении это 93-й псалом, 22-й стих. Там просто на заставке и другое исчисление англоязычное, американское, да, 94-й написано псалом. А в синодальном, да, исчислении, в русском исчислении, традиционном, 93-й псалом, 22-й стих. Господь защита моя и Бог мой твердыни убежищем моего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, друзья, и сегодня у нас 27 марта. Я готовлюсь к поездке в Кривой Рог. Вчера вот делал там тоже трансляцию прямо в парке на улице. А сегодня утром глядь в окно, а за окном белым-бело. Сегодня снегу много выпало удивительно. Вот, ну, были прогнозы, конечно, но и первая мысль такая, что значит, что вот снег, да, это все славит Господа, все славит Господа. Кстати, одна из, ну, все славит Бога, безусловно. И снег, он и эстетически славит Бога, да, значит, как красота. Аминь, доброго ранку, народ Украины. Мыр вам и любови. Витаю вас, пастор Сергий. Слава Богу. Аллилуйя. Вот, и много всяких других красот, как бы, да, в снеге. Когда снег, то красиво на самом деле. Но одно из удивительных творений Бога. В каждой снежинке звезда Давида, напоминание о божественной любви, напоминание о великой любви Творца ко всему роду человеческому. В каждой снежинке, миллиарды, миллиарды снежинок сегодня на Киев упало. Миллиарды, миллиарды, не подсчитать просто-напросто. Огромное количество, просто такое количество, что даже и не снилось никому из нас. Такая сумма, знаете ли. Но в каждой снежинке, вот эта звезда Давида, напоминание о великой любви Бога к человеку. Есть много разных объяснений звезды Давида. У меня здесь, ну, на Толите у меня здесь, да, звезда Давида. У меня здесь и звезда Давида, и минора. Молитвенное покрывало мое еврейское такое вот. Ну, и вообще в украшении любом еврейском обычно звезда Давида присутствует. Вот тоже здесь, допустим, здесь вот Тора, как бы, и вот, и тоже звезды Давида. Но звезда Давида, она из двух треугольников состоит. Я в школе как раз об этом говорил, в библейской, вот, на прошлой неделе. Что говорю, значит, одно из объяснений такое, очень красиво, мне нравится. Разные объяснения есть. Вот, но самое мне нравящееся такое, что, значит, что один треугольник, острием вверх, который, это устремление человека к небесам, к Богу. Стремление человека к Богу. Шалон, драгоценные дети любви, аллилуйя, любви, любви. Драгоценные дети любви, Света пишет, аллилуйя. Да, мы дети любви, аллилуйя. И вот треугольник, который острием вверх, это, значит, устремление человека ввысь, к Богу. Человек тянется к Богу. А треугольник острием вниз, это Бог тянется к человеку. Устремление Бога к человеку, Творца к своему творению. Творение к Творцу, Творца к творению. И я в школе на прошлой неделе как раз рассказывал об этом, и мне очень нравится, когда вот такую звезду Авида рисуют, из двух треугольников состоящую, а в центре крест, как свидетельство Божьей любви, как свидетельство того, что действительно в крови Машиаха, да, в крови Иисуса Христа свершилось вот это долгожданное, свершилось, он так воскликнул, свершилось долгожданное единение Бога и человека, человека и Бога. На протяжении всей своей жизни Иешуа, Иисус, он являл Бога, но на кресте, на кресте, на кресте произошло истинное единение, небо и земли, земли и небо. Инночка, шалом из Тула, доброе утро, Сережа, всем, кто смотрит эту программу, аллилуйя, шалом, шалом, мир Божий. Всем в Туле, да, привет из Киева, супруга моя Инна Сергеевна, да, значит, всем-всем-всем нашим деткам, Настю благоставляю, зятям нашим Михаилом, внуков наших благоставляю, вот, и благоставляю Николая, Серафима, Татьяну, Сережу, Инну, благоставляю котов наших, благоставляю, все наше хозяйство состоит из котов, сейчас трех котов, три кота, три хвоста, вот, но, все дышащее оно хвалит Господа, все живое оно хвалит Господа, весь мир растительный, весь мир животный, все-все-все, а наипаче род людской, наипаче человеческий род славит, прославляет величественное имя Господа Спасителя, аллилуйя, аминь. И вот, братья и сестры, дамы и господа, я как раз вот именно о чем говорю, что сегодня как раз к причастию, вот, размышления перед хлебопреломлением, мое сегодня о том, что на кресте совершилось единение, вот это исполнение давней нашей мечты, нашей, в смысле нашей, и мечты человека, и мечты Бога. Глубинная мечта человечества всегда было возвращение к первой нашей любви, возвращение к нашему Отцу, возвращение к нашему Творцу. Это глубинная мечта всего человечества, это мечта всех, ну, передовых людей человеческого рода вообще. И эта мечта, она была всегда и есть в сердцах человеков, всех-всех-всех, независимо от национальности, культуры, религии, образования, независимо. Начиная с нашего пращура, начиная с нашего пра-пра-пра-пра, много раз пра-пра отца Адама, и нашей пра-мамы Евы, начиная с той первой семьи человеческой, действительно, вот это вот пожелание возвращения, по-еврейски тшува, по-еврейски, еврейское слово возвращение, это тшува, это покаяние, покаяние, переводится обычно тшува как покаяние. Вот, но в слове тшува не только заложено, вот именно, значение сожаления, покаяния, да, вот в русском смысле этого слова, а вот именно еще более широко, значение этого слова тшува, это возвращение, возвращение, то есть это возвращение наше в дом отца, возвращение к нашей первой любви, возвращение к нашему богу, к нашему создателю, возвращение к нашему, действительно, творцу, Творения возвращаются к Творцу. Творец к Творению движется, Творение к Творцу. И вот поэтому я говорил, что мне очень нравится, когда звезду Давида рисует, а в центре крест. Но еще лучше, на мой взгляд, изображение. Я даже эскиз нарисовал в прошлый, кстати, приезд еще. Где-то, кстати, он у меня лежит. В альбоме я сделал такую карандашом зарисовку. Тоже Маген Давид, звезда Давида, а в центре чаша. Чаша, как знак именно чаша крови Иисуса Христа, жертвы Голговской Господа нашего. Примерно так вот, чашу изображать. В центре как раз вот этого Маген Давид, звезда Давида. Когда чаша внутри изображается, то это намек, символ. Именно пролитой крови Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже Всебогущий. Аллилуйя. Вот. И для сегодняшней трансляции место из Писания с 93-го псалма. В английской Библии это, по-моему, 94-й псалм. Как раз вот и на заставке так получилось, там 94-й написано. Но это 93-й псалм вообще-то в русской Библии. 22-й стих. Написано. Господь, защита моя и Бог мой, твердыня убежища моего. Бог мой, твердыня убежища моего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Спасибо. Господь, Ты защита моя. Защита моя непоколебимая. Боже Всебогущий, Ты защита моя, Господь. Господь, Ты защита моя. Слава тебе. Слава тебе. Бог мой, твердыня убежища моего. Непоколебимое убежище. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. В тебе укроюсь я, ты слышишь голос мой, когда я в смирении к тебе я призываю, уповаю. На тебя, уповая на тебя, слабый скажет я, силен в Господе моем. Уповая на тебя, слабый скажет я, силен в Господе моем. В тебе укроюсь я, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Ты защита моя, и Бог мой твердыня убежища моего. Аллилуйя. Аминь. Братья, сестры, и действительно, вот это воссоединение человека и Бога, Бога и человека в жизни Иисуса Христа, это удивительнейший пример и удивительнейшая иллюстрация в жизни всего человечества, в истории всего человечества. В лице Иисуса Христа, в лице Господа нашего, Спасителя нашего, вот это блаженное воссоединение, соединение человека и Бога, Бога и человека произошло. И это таинство, удивительнейшее таинство, начиная с самого зачатия, вот, кстати, в католической церкви, в западной, значит, уже благовещения было, да, вот, в нашей традиции церковной православной, она только будет, вот, 7 апреля, получается, да. Но, там, имеется в виду, вот, как раз тот эпизод вспоминается, библейский, сам праздник церковный, установлен церковью, да, вот, значит, в гораздо более поздние времена, то есть, это не библейский праздник, но он вспоминает собой библейское событие. И в этом его определенная ценность есть, конечно, праздник благовещения. Вот, и именно в этом его ценность, собственно. И вот вспоминается как раз вот эпизод, когда ангел Гавриил, да, архангел Гавриил, он пришел к Марии, к Деве Марии, обрученной Иосифу, которая в Назарете, да, проживала. И ангел сказал, что она сверхъестественно забеременеет, вот, и родит сына. Интересно, это действительно чудесное событие. Мы, христиане, в это верим, что это, да, действительно, это, вот, произошло сверхъестественно. От Духа Святаго Мария забеременела. Кстати, не только христиане в это верят, мусульмане тоже в это верят, значит, потому что даже в Коране говорится, что праведницей мать его была. И имеется в виду всегда, значит, в Коране, значит, в исламе, в классическом мусульманстве, да, что, значит, Мария, она забеременела, вот, от Духа Святого и родила. И даже, когда я в мечеть их проповедовал несколько раз уже, уже несколько раз, у него, у меня, кстати, дебют был здесь, в Киеве, на Дегтяревской, по-моему, или как улица называется, недалеко там от Лукьяновки, где-то между Лукьяновкой, значит, станциями до Лукьяновской и, по-моему, Берестейская. По-моему, Дегтяревская называется улица, я давно уже там не был, честно говоря, давно уже. И вот, значит, и вот там, в мечети, там исламский центр культурный, вот, значит, там, кстати, одна наша сестра сейчас, вот, значит, учит арабский язык, изучает. Вот, и как раз вот для, вот, того, чтобы проповедовать, как раз, Слово Божье мусульманам, разъяснять им, вот, Библию, Евангелие, разъяснять Инжил, Новый Завет. И вот там, да, там, в мечети мне давали слово, там был Имат Аль Руб, и напомню, да, помнишь, детки там маленькие еще были у нас, Настя, Коля, Серафим, значит, они были у нас дома тоже, не только в церкви были Имат Аль Руб и Доктор Фейсах, они были еще и у нас дома, и у нас в церкви, да. Вот, значит, и когда домой приходили, они принесли всякие со своего ресторанчика, там, ресторанчик хороший, кстати, не знаю, сейчас есть он, нет, но тогда он был, и мне очень нравился он. Там, ну, понятное дело, безонкогольно, там, и такие мусульманские арабские смоколоки такие, смоколоки, такие вкусняшки всякие арабские. Мне очень нравится арабская кухня, вот именно сладости арабские, в них много меда, они там, значит, в основном все на меду у них, я мед вообще люблю, очень обожаю его просто, и, вот, значит, и там, вот, всякие эти сладости, вкусности, что-то подобное на пахлаву похожее, там, много всего остального, и все на меду, все просто буквально купается в меду. Вот, значит, и они были у нас в гостях, значит, приносили вот эти арабские смоколоки, вкусности эти арабские, вот, и общались. Имад Аль Руб, он как шейх, как вот именно имам, главный здесь старший, по Украине был, значит, он тогда в те годы, но это давно было еще, начало 2000-х. Вот, и он, значит, он только прилетел как раз только еще, он еще мало знал Украину даже, вот, и он делился у нас, вот, поприветствовал в церкви людей, вот, поделился, так вот, по-доброму, мир и пожеланным, салям, алейкум, мы отвечали, алейкум, ассалям. Вот, значит, я был у них с ответным визитом в мечети, и, значит, там поделился словом. И вот я тоже как раз вот пример приводил, как раз благовещение, пример приводил, читал из Инжила, из Нового Завета, об Исе Масихе, о том, что действительно он был, значит, вот, рожден сверхъестественно. И я как раз и говорил тогда, что, значит, и потом, в другие разы уже, когда тоже бывал в мечетях, то я как раз рассказывал, что говорю, вот, да, мы, и вы, и мы, мы верим все, что Иисус Христос и сам Масих, Он был сверхъестественно, был рожден на этой земле. И никто больше из всех живущих и живших на этой земле никогда, ну, просто в этом отношении просто не сравним с Иисусом, потому что Иса, Он действительно, Он сверхъестественно пришел в этот мир, от Духа Святого, без мужчины, без мужского семени, именно Духом Святым. И Мария забеременела и родила сына. И вот к чему я об этом стал рассказывать-то, собственно, отвлекся на эти примеры я. Вот так вот, и с самого момента зачатия его, вот момента там благовещения мы говорим, да, вот, когда к Марии пришел ангел, говорил, с самого того момента вот это таинство Бога человечества и Человека Божия стало осуществляться. Это великая тайна, таинство стало действительно, ну, являться, как бы, проявляться. Мало-помалу. Даже в таком незначительном, казалось бы, эпизоде, когда в 12 лет Иисус на Пасху потерялся в храме, вот, значит, как бы потерялся, как бы. На самом деле он не потерялся, на самом деле он остался там с учителями Израиля, вот, и пробыл там, значит, совершилась его такая сверхъестественная такая бармитсва. Когда он объявил, что Бог его отец, и он в доме отца своего. Вот, даже такой эпизод, он тоже показывает как раз именно, вот, раскрытие тайны Бога человечества. Удивительно. А потом уже, ему было лет 30, мы видим, да, значит, в Евангелиях, как Иисус совершает твилу, обряд водного погружения, крещение, мы говорим, да, в русском слово крещение, кстати, оно очень интересное значение. В русском крещение это слово хрест, крест. Вот, а вообще это баптизо, в греческом, а так, в еврейской традиции это называется погружение, твила, да, вот это вот, когда человек погружается, очистительное погружение в воду. Вот, Иоанново погружение было как раз именно в покаянии, вот, и Иоанн даже, он видел, что Иисусу не требуется вот это вот покаяние, удивительная тайна. Но Иисус сказал, что так должно нам исполнить всякую правду. И одно из объяснений, как раз именно вот это вот, для меня объяснений самого, это как раз и в эпизоде на Иордане, вот этот эпизод крещения на Иордане, баптизо, твилы этой еврейской, да, погружение очистительного, тоже явление Бога человечества, проявление Бога человечества. И затем в чудеса, в знаниях, начиная с самого первого чуда, которое было, вот, ну, ни в какие богословские наши традиции просто не влазит вообще, ни в православные, ни в католические, ни в протестантские. Знаете ли, религиозные мозги, как говорится, трещат, потому что Иисус совершил первое чудо вообще не в, как, ну, не знаю, не исцеление больного, там, ну, было бы красивее, конечно, я с мусульманами разговаривал даже, которые держатся сухого закона, очень жестко. Вот, значит, и они немного так вот разочарованы, что у нас в христианстве записано, как раз в Евангелии, что первое чудо Иисус совершил в Кане Галилейской, во время пьянки-гулянки, во время свадьбы, когда уже все напились уже, значит, уже, значит, уже, и уже не могли даже распробовать, хорошее вино это или нехорошее вино. То есть, уже до такой же степени уже, они уже напились уже, а Иисус еще здесь подливает масло в огонь, как бы, в их понимании зачем, ну, они поэтому считают, что христиане-то просто, значит, дописали, значит, и, в общем-то, этот эпизод вставка, более поздняя вставка. Но это не более поздняя вставка. Об этом и Джош Макдауэлл, и другие такие известные очень исследователи писаний, апологеты нашего времени пишут. Это действительно так. Иисус показал тем самым, что совершенно он, во-первых, не чурается, значит, чисто человеческого, да, вот эта радость этой человеческой свадьбы. Во-вторых, он показал, что он действительно не религиозный такой, знаете ли, кумир, вот, понимаете ли, не вот, не иконописный образ совершенно, вот, и он перечеркивает тем самым всю, фактически, вот эту вот, более позднюю такую, вот уже более полутора тысячелетнюю такую традицию, иконописную такую, знаете ли, вот, иконописного Иисуса. Иисус, он не иконописен, Иисус, он не идол, Иисус не кумир в этом отношении совершенно, он не вписывается в эти религиозные рамки, вот, по сути, Иисус, он не вписывается ни в протестантизм, ни в православие, ни в католицизм, и, в общем-то, он намного выше, намного больше всех наших религиозных рамок, предубеждений и прочее, шаблонов, вот. Вот, даже во время его земного, вот, служения, да, людей религиозных возле него было очень мало, да и то, если они и были, как правило, они приходили не с хорошими, или уходили не с хорошими мыслями, знаете ли, и, как правило, эти люди приходили, ну, во-первых, с нехорошими мотивами, во-вторых, как мы потом уже видим уже, да, с задним числом-то, вот, так и, значит, даже если они и оставались возле Иисуса, да, то, мы видим их крайнюю зашторенность такую, и неспособность воспринять, вот, именно Иисуса, как Господа, как Спасителя. Интересно, что возле Иисуса в основном были пьяницы, воры, значит, проститутки, значит, да, которые просто освобождались от этого всего, потому что возле него были не просто телесно-физически, но приобщались божеского естества, причащались этого божеского естества, находясь в нем, в его присутствии, да, находясь возле него, точнее, да, вот, и, а сегодня мы в нем, а он в нас, божеское естество, сам Христос, Христос в нас, упование славы. И вот это проявление Бога человечества самое великое, на мой взгляд, как раз, что вот в этом проявлении, в каждом чуде, в каждом знамении Иисус проявлял вот это Бога человечества, да, являл Бога человечества, являл Бога людям. И вот самый удивительный момент, это на кресте, на Голгофе, на кресте, когда действительно свершилось, свершилось искупление рода людского, свершилось исцеление наше. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенный, благодарю Тебя, Господь, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед Ним, пойдем перед Ним, зайдем на Голгофу, мой брат. Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенный. Благословен Бог наш, благословен Господь, благодарю Тебя, Господь, за Голгофу, благодарю Тебя за крест, благодарю Тебя за чашу Нового Завета, Боже, чашу Нового Завета в крови святой Твоей, Боже. Благодарю Тебя, Господь, за это Бога человечества и Человека Божия, Иисуса Христа. Благодарю Тебя за агонца Твоего, который, обливаясь кровью и слезами, в муках, в агонии предсмертной, явил Твою любовь. Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо, спасибо. Спасибо. Возьмите хлеба, братья, сестры, налейте себе соку, что есть у вас, и даже просто воды, если нету сока, я беру хлеба немного у меня, субботней халы, шаббатней халы у меня, я так ее на всю неделю растягиваю. Вот, и хлеб, конечно, да, мы благодарим Бога, да, за хлеб из земли, и даже в молитве еврейской обычно мы как раз и говорим это, да, в традиции древней уже, тысячелетней, многотысячелетней. Мы говорим, благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли. Но вот в новозаветном таком еще формате мы говорим не только это, да, благодарим Бога за хлеб наш насущный, конечно, благодарим Бога за хлеб из земли, но в новозаветном формате мы еще говорим, что благословен Бог наш, мы благодарим Бога за хлеб, сошедший с небес, за хлеб не только хлеб, пришедший с земли, не только рожденный земли, Бог дал нам, произрастил нам хлеб из земли, но Бог нам дал хлеб с небес. Ишуа Машиаха, Иисуса Христа, праведника, Агнца своего, Господа нашего Спасителя, Искупителя, спасибо Богу за все, спасибо Господу за все, аминь, аминь, аминь. И благодарим Бога, поднимая чашу каждый раз, благодарим Бога за искупление, за исцеление, за освобождение, за прощение, потому что кровь Иисуса Христа, пролита на Голговском кресте, пролилась за всех нас. И в крови святой, Господа Иисуса, я прощен, я исцелен, благоставлен я всеми благословениями небес, через кровь божественную, Агнца Божьего. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, милостивый Государь, благодарю тебя, Бог богов, Господь господствующий, благодарю тебя за жизнь вечную, Жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, через кровь Агнца твоего, Иисуса Христа, Господа моего, Спасителя моего. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. Иисус, спасибо, за все спасибо, Господь спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, 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 благодарю, что свободу мне дал, Что за меня жизнь свою ты отдал, о, спасибо, за все, за все спасибо, за все, за все спасибо, Господь. Благодарю тебя, Боже, благодарю тебя за жизнь вечную, благодарю тебя за тело и кровь сына твоего, Агнца твоего, Благодарю тебя за победу твою, за богочеловечество, явленное, Боже, два тысячелетия тому назад, и раскрываемое на протяжении этих двух тысячелетий через церковь твою, столб и утверждение истины. Боже, благодарю тебя, тело Иисуса Христа сегодня, это мы с вами, братья, сестры, тело Иисуса Христа, поэтому мы говорим, тело и кровь Христа, да, аминь, аминь, и мы причащаемся, почему? Потому что мы есть тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, сегодня, сейчас, здесь, в этом мире, как звезды, сияющие в этом мире, свет Христа в нас, мы есть свет этот Христов, соль земли, Христос, и мы есть эта соль сегодня, ныне. Боже, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя за все, благостави, Господь, Боже, благостави. Сегодня это причастие Евхаристию, Боже, потому что мы с тобой одной кровью, ты и я. Благодарю тебя за спасение, исцеление, освобождение через кровь Иисуса Христа, аминь. Тело Христа, примите, аминь, братья, сестры. Кровь Христа, пейте, потому что мы есть тело и кровь Господа Иисуса Христа в этом мире, на этой земле. Слава Богу Всемогущему, аминь. Слава Богу Всемогущему, аминь. 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 Богу Человечество, Богу Человечество, это ты, Господь Иисус, спасибо. Христос в нас упование славы, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Я и Отец одно. Аминь. 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 Я и Отец одно. Я и мой Бог одно. Господь защита моя и Бог мой твердыня убежища моего. Аминь. Благословляю вас, братья и сестры, дорогие друзья. Поздравляю всех причастников Божеского естества. Великое счастье на этой земле. Вкушать его любовь. Пить и есть. Быть одним целым. С его любовью. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Господь грядет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Грядет, иди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь. Церковь ждет тебя. Спасибо тебе, Господь. И возвращение Христа напрямую связано как раз именно с этой Евхаристией Святой. С причастием тела и крови Христа. По мере познания этой тайны, Христос в нас, что мы тело Христа. По мере познания этой тайны, что мы сегодня здесь, на этой земле, телом являемся Христа. По мере раскрытия этого откровения в нас верующих, пришествие Господне приближается. И доколе Он придет, мы совершаем это таинство. Вот, и Он возвращается. Спасибо, Господу, за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Мой возлюбленный, прекрасен, красен.